здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами о таком популярном продукте как кофе поговорим с ним о нем с вами как о продукте питания а также как о субстрате для наших растений и приготовления биопрепаратов начнем с кофе как с продукта питания хорошо известно что кофе в своем составе содержит массу полезных веществ массу антиоксидантов это и хлорогеновая кислота это ну всевозможные всевозможные вещества коричневый цвет зернам кофе а также отвару кофе придает в том числе меланой ды вещества с очень сильной антиоксидантной активностью но мнение общественности относительно пользы или вреда кофе оно как маятник то кофе очень полезно то кофе очень вредно то кофе защищает от рака то кофе вызывает диабет то кофе противостоит диабету то кофе противостоит раку потому что обладает антиоксидантным действием, то оно повышает давление и вызывает гипертонию. Давайте разбираться. Зерно кофе состоит из двух частей – из наружной и внутренней части. В наружной части зерен кофе содержится значительное количество кофеина. Кофеин – это растительный алкалоид, широко используется в медицинской практике как лекарственное средство. Он там используется в том числе благодаря тому, что может сужать сосуды, благодаря чему, кроме того, обладает еще и обезболивающим действием. Таблетки аскофен или цитрамон являются, наверное, одним из наиболее популярных средств от головной боли. Таким же эффектом может обладать и хорошая чашечка крепкого кофе эспрессо. Это хорошо показано и доказано на практике. Кроме того, показано, что кофе все-таки способен снижать уровень сахара, способен снижать уровень вредного холестерина, хорошо действует на пищеварение. Ну а те, кто любит кофе, те, кто ощущает приятный вкус и аромат, кому это нравится, еще и получают приятные эмоции от потребления этого продукта, которые зачастую перекрывают всю остальную пользу и уж тем более вред этого напитка. К вредному воздействию кофе можно отнести, собственно, кофеина, его излишне бодрящее действие. Если утром это бодрящее действие для нас бывает необходимым, то во второй половине дня и вечером не всегда, потому что некоторые люди слишком сильно реагируют на кофе и у них может случаться от него бессонница. Хотя на самом деле в том, что кофе может вызывать бессонницу, есть очень большие сомнения. Сомнения эти связаны с тем, что кофеин действует на человеческий организм примерно от 20 до 35 минут, в зависимости от того, как хорошо работают ваши почки. Кофеин сужает сосуды, все сосуды в организме, головного мозга, капилляры, прочие сосуды, но расширяет сосуды почек, поэтому обладает сильным мочегонным эффектом, обезвоживает наш организм и через какое-то время, после того, как мы выпили кофе, через те же самые 20-30 минут, ну кто-то раньше, кто-то позже, обязательно у нас будут позывы сходить в туалет. Для тех, кто страдает отеками, застойными явлениями, это хороший эффект, потому что это помогает организму избавиться от лишней воды. Для здоровых же людей потребление цельного кофе, молотого кофе, необходимо сопровождать выпиванием стакана воды для того, чтобы предотвратить обезвоживание. Внутренняя часть кофейного зерна кофеина практически не содержит, но она содержит другой алкалоид, который называется теобрамин. В отличие от кофеина, который действует быстро и короткое время, теобрамин начинает действовать только через примерно час-полтора, и действие его длится до трех часов. Он не сужает сосуды так, как кофеин, напротив, он расширяет сосуды. В этой связи теобрамин вызывает сонливость. Именно поэтому у многих здоровых людей после цикла взбадривания, позыва сходить в туалет, после этого приходит очень сонное состояние, начинает действовать теобрамин. Сосуды расширились, наш обмен веществ замедляется, наш мозг хочет уложить нас спать. Вот у меня здесь есть пачка молотого кофе и есть растворимое кофе. В чем их самое главное отличие? Самое главное отличие в том, что молотый кофе, ну или цельнозерновой впоследствии помолотый, он содержит как кофеин, так и теобрамин. И вот эти эффекты качели от бодрствования к желанию заснуть выражены у хорошего кофе очень сильно. Чем лучше кофе, тем сильнее вам хочется в туалет после того, как вы его выпили. Что же касается растворимого кофе, оно чаще всего готовится из средней части. Наружная часть зерна удаляется для медицинских целей, для извлечения различных веществ для медицинских целей, ну и с другими целями тоже. А вот сердцевинка используется для вываривания и приготовления растворимого кофе. Некоторые производители вместе с ароматическими веществами, поскольку в процессе приготовления растворимого кофе и сублимации сушки ароматические вещества кофе испаряются, они их улавливают и прибавляют сюда искусственно. Так вот, некоторые производители также в этот кофе добавляют акофеин. Однако, как показывает официальная статистика и официальные анализы, далеко не многие производители добавляют искусственно кофеин в растворимый кофе. Поэтому растворимый кофе обладает гораздо меньшей бодрящей функцией и скорее уложит вас спать, чем вызовет у вас бессонницу. Зачастую люди чувствуют бодрость после того, как выпьют растворимый кофе. И здесь есть два варианта. Первый – это производитель не пожалел кофеина и добавил в растворимый кофе кофеин. И второе – это сильный эффект плацебо. Когда люди знают, что кофе бодрит, выпивают кофе без кофеина, и он их бодрит. То есть к ним приходит такое ощущение, сам организм себя бодрит без всяких каких-то органических молекул. Просто человек сам себя убеждает, что он стал чувствовать себя бодрее и лучше. Какая отсюда мораль? Мораль здесь такая. Если у вас есть проблемы с давлением, если у вас есть проблемы с гипертонией, конечно, вам стоит отказаться от кофе, который содержит значительное количество кофеина. Возможно, вам стоит попробовать различные сорта растворимого кофе для того, чтобы наслаждаться ароматом любимого напитка, но в то же время не получать отрицательных эффектов от его потребления. Второе – если у вас пошаливают сосуды, то, возможно, вам и стоит пить растворимый кофе или продукты, содержащие значительное количество теобрамина. То же самое можно сказать и для случаев трудного засыпания. Я вот, если вдруг у меня случается какая-то бессонница, я завариваю вот такой вот кофе. После того, как я выпью чашку, большую чашку крепкого кофе, примерно полчаса 40 минут я, конечно же, спать не хочу. Потом сходил в туалет, потому что пока не сходишь, гидробудильник будет тебя все время будить и не давать тебе спать, после чего наступает крепкий, хороший, продуктивный сон. Ну а те, кто не хотят баловаться с кофеином, который содержится в этом кофе, они могут употреблять только растворимый кофе. Ну а те, кто скептически относится к кофе, в принципе, в качестве источника теобрамина, то есть алкалоида, который расширяет сосуды и укладывает нас спать, можно порекомендовать обыкновенное какао. Заваривайте какао на ночь или съешьте кусочек горького шоколада. Количество теобрамина, которое вы потребите, будет как раз тем самым, если 20-30 граммов черного шоколада или хороший стакан или чашку хорошо такого горького сваренного какао, это будет хорошей дозой для того, чтобы уложить вас спать. Кроме того, поскольку напиткам из какао или шоколаду сопутствует также и сладкий вкус, и сама сладость, мозг будет спокоен за то, что во время сна, когда вы не будете принимать пищу, ему хватит калорий для того, чтобы обеспечить работу организма и свою собственную. Поэтому небольшое количество сладкого, принятого на ночь, совместно, тем более с теобрамином, хорошо уложит вас спать и позволит вам крепко выспаться всю ночь. Это что касается диетических особенностей потребления кофе. Все-таки вреда в нем гораздо меньше, чем пользы. Пользы в нем очень много. Ну а кому какой пить, вот вы теперь понимаете. Что касается вот такого уже кофе, молотого кофе, что делать с гущей? Чем она ценна? Гуща кофе состоит преимущественно из клетчатки. Клетчатка является хорошим субстратом и хорошим питанием для выращивания такого гриба, как триходерма. Триходерма прекрасно поселяется на кофейной гуще. Кроме того, клетчатка, целлюлоза является хорошим субстратом для многих почвенных, полезных почвенных бактерий и прочих микроорганизмов. Они ее потребляют с большим удовольствием, размножаются и хорошо функционируют. У нас получается хорошая живая земля. Кроме того, кофе содержит значительное количество азотистых веществ все еще, даже после заваривания. Поэтому эти азотистые вещества являются как хорошим субстратом для роста той же триходермы, также являются субстратом хорошим и для роста растений. Поэтому пьете кофе очень хорошо, не пьете кофе, зайдите в ближайшую кофейню, договоритесь с баристом, чтобы он оставлял вам кофейную гущу, кофейный жмых вот этот вот, где-то в пакетик, может быть, попросите его, пусть собирает, и забирайте его, высушивайте, накапливайте. Обязательно его высушивайте, потому что те, кто забывает на выходные мыть чашки, вот иногда, то в понедельник, открыв полку, и может обнаружить там уже и заросли каких-то плесневых грибов на этой гуще. Это лишь означает, что сама по себе гуща является превосходным и дружественным субстратом для выращивания как биопрепаратов, так и растений. А вот как это правильно делать, как готовить, как смешивать с землей, когда это делать, мы обязательно расскажем об этом в отдельном выпуске. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!